Имитация кетельного шва. Я вам покажу такой вариант отделки имитацией кетлёвочки вот на образце, который у меня уже есть в наличии. Допустим, представим, что вот это вот у нас лекальная линия. Ну, допустим, горловина. Как нам сделать такую аккуратную обвязку? Присоединяем ниточку. Первую я провяжу, скрепив хвостик. А теперь я вяжу по лицу вот таким вот необычным образом. Вводя крючок, нить у меня рабочая вот с обратной стороны ниточка. Зацепляю ее и протаскиваю. Чем-то это напоминает тамбурный шов. То есть я прокладываю вот такой вот косичку по лицевой стороне изделия. Если это у вас край, то можно немножечко отступить от края, так, чтобы выровнять все это, чтобы не были видны петли подъема. Там вот какие-то не очень красивые участки. И вот так вот стараюсь, чтобы вот эти вот петельки были не очень красиво получилось. Нужно стараться, чтобы вот эти вот петли были одинаковые. лечены, чтобы все было аккуратненько. Не очень, конечно, это удобно, но зато потом мы получим очень симпатичный результат. Так вот доходим до края. Здесь вкалывайте крючок так, как вам в чем-то, чтобы был красивый краешек. Ну вот я дошла уже до края. Последняя петелечка. Вот я проложила такую дорожку. Если представить, что это у нас вот край изделия, ну, считаем, что это линия котловины. Что делаем дальше? А дальше делаю воздушную петлю и вяжу ряд столбиков без накида, захватывая вот как бы верхнюю полупетлю. А нижняя полупетля у нас остается по лицевой стороне изделия и имитирует кетельный шов. То есть, если вы посмотрите на промышленные изделия, там обычно вот горловину присоединяют к изделию именно кетельным швом, который выглядит, ну, как машинная строчка. Как будто бы вот пришили на машине. Обычной прямой строчкой. А мы вот так вот пытаемся это сымитировать. Я уже почти дошла до конца. Сейчас мы посмотрим, что у нас получилось в результате. В результате у нас получается вот такая вот аккуратная горловина. И вот эти вот нижние полупетли, они имитируют кетельный шов. Такую отделку можно прокладывать как по прямым линиям, так и вот по любым лекальным. Очень, по-моему, получается симпатично. Если вы будете просто обвязывать как лавину, у вас будут от столбиков вот такие галочки. А вот это вот очень так напоминает вообще идеальную промышленную отделку. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. У меня еще много разных вязательных хитростей и идей. У нас с вами много интересных неразобранных узоров и сложных схем. Не пропустите все это. Удачи вам и легких петель.